Это произошло в ночь с 25 на 26 октября 1917 года. К Гатчинскому дворцу подъехало два автомобиля. В одном из них сидел Александр Керенский. Он надеялся встретиться с войсками, идущими в Петроград, чтобы защитить временное правительство. Когда он вошел в комнату, его насторожило странное поведение коменданта. Тот говорил излишне громко и часто посматривал на дверь. Керенский тут же распорядился ехать дальше, в Лугу. Контр-заговор против большевиков начинался совсем не так, как представлял себе премьер-министр. Чутье не подвело Керенского. Через пять минут после его отъезда к Гатчинскому дворцу подкатил автомобиль с красными флагами, чтобы арестовать премьер-министра. Но Александр Федорович уже скрылся из виду и мчался за подмогой сначала в Лугу, а потом в Псков. Но в это время в городской думе Комитет спасения Родины и Революции, созданный сразу после Артяжского переворота, призывал своих сторонников обратиться к Военно-революционному комитету с требованием немедленно сложить оружие и отказаться от захваченной власти. Керенский побежал к тем, кого он, собственно, уничтожил. Он уничтожил вот ту ветку, на которой мог сидеть, он ее спилил. Остались обломки третьего корпуса, которым командовал Краснов. Этот корпус был разогнан, его растолкали по всему фронту. И, собственно, действующих войск было 900 человек. 900 казаков, донских и уссурийских. Кроме этого, вот здесь путаются историки, было тысячи юнкеров. Я думаю, что было гораздо меньше. И 16 орудий. Вот эти силы, которые двинулись на Петроград, восстанавливать власть временного правительства, которую они ненавидели. И лично Керенского тоже. Потому что казаки, не скрываясь, говорили, что вот придем, мы на Дворцовой площади, Керенского повесим. Они сначала взяли Гатчину, совершенно свободно. Потом совершенно свободно взяли Царское село. В Петрограде тут же пронесся слух, что вот-вот сюда придут войска генерала Краснова. Полковник Полковников, бывший совсем недавно командующим Петроградского военного округа и отстраненный от должности накануне взятия Зимнего, вдруг проявил кипучую деятельность. Вместе с подполковником Хартулари они составили план контрзаговора против правительства большевиков. Главной силой, на которую рассчитывали, были юнкера. Им предстояло занять телефонную станцию на Большой Морской, захватить центр города и Смольный. Штаб расположился здесь, в инженерном замке, где находилось Николаевское инженерное училище. Если бы казаки Краснова двигались так же быстро, как слухи, может быть, история России сложилась бы по-другому. От инженерного замка до Михайловского манежа рукой подать. И поздним вечером 28 октября, когда во всем Петрограде отключался свет, юнкера Николаевского инженерного училища подошли к манежу и оцепили его. Это было правильное решение. Здесь находился парк блендированных автомобилей. Блендированный автомобиль. Автомобиль, оснащенный броней и пулеметами. В просторечии – броневик. Солдаты Кексгольмского полка, охранявшие броневики, не оказав сопротивления, быстро сдались. Спустя пару дней большевики на страницах известия распространили ложь о том, что юнкера якобы перебили спящий караул. Все это было нужно, чтобы оправдать разнузданное поведение солдат и матросов. В теории было все расписано очень здорово. И все делалось с акцентом на то, что нужно будет только короткое время продержаться юнкерам, а вскоре к ним прибудут с поддержкой уже регулярной части. Даже время называлось 30 октября 1917 года «11 часов утра». И, в принципе, это была во многом инициатива и полковника, и полковникова, и ряда других авантюристов, которые по существу использовали этих молодых парней как пушечное мясо. Они думали, что они вяжутся бой и их поддержат многие. Никто не собирался их поддерживать. Большая морская 22. В Петрограде 17-го здесь находилась телефонная станция, которая, кстати, существует до сих пор. Рано утром 29 октября телефонистки были страшно напуганы появлением юнкеров Николаевского инженерного училища, которые ворвались в помещение, разоружили охрану и заставили барышень отключить все аппараты Смольного. Обнаружив отсутствие связи, Антонов-Овсеенко послал к телефонной станции отряд матросов и солдат. Взвязался бой. Но отбить станцию не удалось. Успех восстания зависел от того, сколько юнкеров к нему присоединятся, как быстро возьмут Смольного. Но начальники Константиновского и Михайловского артиллерийских училищ, Николаевского кавалерийского училища, решили придерживаться нейтралитета и не поддерживать действия эсеровского КС. Если бы они знали, к чему приведет их действие. КС – сокращенное название Комитета спасения Родины и революции. Инженерный замок. Здесь находился полковник Георгий Петрович Полковников, который и возглавил крайне неудачную, но интересную, яркую попытку контрпереворота. Полковников – это такой мотыльковый герой 1917 года, который ярко вспыхнул на несколько дней. Несколько дней вели его, так сказать, в историю человечества. А потом так же быстро сгорел в этом огне. В октябре, когда вовсю шла подготовка захвата власти военно-революционным комитетом, полковников вел с ним странные переговоры, практически ни в чем не препятствовал этой подготовке, а тем временем укреплял свои контакты и позиции в юнкерских училищах, связи с третьим конным корпусом, которым до этого служил, с тем, чтобы дождаться, когда большевики свалят Керенского, а потом свалить большевиков. Для таких амбициозных выскочек, как полковников, настал, казалось бы, великолепный момент. Вот мы сейчас и захватим власть, и сами станем бонапартами. Юнкеров Павловского училища отряды военно-революционного комитета разоружили еще 25 октября. Оставались только Владимирское училище и школа прапорщиков инженерных войск. Но школа прапорщиков находилась в литейной части на Кирочной 8, рядом с красногвардейцами. Ее выступления могли быстро сломить. Другое дело Владимирское училище. Оно на Петлоградской стороне, отделенное от центра мостами через него. 29 октября в четвертом часу ночи к Владимирскому училищу подкатил мотор, из которого вышло несколько военных и двое штатских. Вдали остановились грузовики, переполненные вооруженными солдатами. После коротких переговоров военные вышли, посылая угрозы и упреки юнкерам и направились к грузовикам. Через несколько минут раздались первые выстрелы, которые разбудили мирно спавших граждан в соседних домах. Атака здания Владимирского училища велась со всех сторон. С юга от Малого проспекта по Большой Гребецкой, с востока со стороны Малой Разночинной и Громого переулка, с севера со стороны Геслеровского переулка и с запада по Музыкантскому переулку и Малой Гребецкой. Прячась в подворотнях, наступавшие стреляли по училищу, но пробраться к его входу мешал продольный огонь пулеметов. Сегодня, кроме Малой Разночинной, все улицы переименованы. Геслеровский стал Чкаловским, а Большая Гребецкая пионерской. Да и здание, как видите, тоже перестроено. Большая Гребецкая в 1932 году была переименована в Пионерскую, потому что здесь возник первый пионерский отряд уже в городе Ленинграде. Вот 50 лет пионерской регулинации. Как-то надо увековечить. Ну, естественно, партия правительства принимает решение, что надо увековечить. И делается комплекс памятников. И один из них, на нем надпись с этого места 29 октября 1917 года рабочие из орудия вели огонь по юнкерскому училищу, поднявшему мятеж. Абсолютная правда. Пушка стоит ровно на том месте и нацелена ровно на то здание, которое на нашей открытке пробито снарядами. А дальше фантастическая надпись. Пять питерских ребят подносили снаряды в честь и славу юным борцам революции. Тут не было никаких детей. Их придумали, да, придумали, потому что надо было как-то создать памятник. Но история продолжается. Опера должна быть мыльной, да. Поэтому буквально за углом стоит памятник, на котором в 2006 году совершенно неожиданные и девочки появились, да, и мальчики появились на этом памятнике. И появилась совершенно фантастическая надпись «Честь и слава детям питерских рабочих, погибших в утепле 1917 года». Год был сложный, да, и дети болтались везде, да, и возможно в этих боях какие-то погибли. Но на самом-то деле такая вот вандализация истории происшедшей на нашей улице и которая продолжает происходить, она, конечно, расстраивает. Юнкера никак не могли взять в толк, почему отряды матросов и солдат как-то непродуманно вели обстрел. Потом очевидцы рассказывали, что комиссар ВРК, руководивший штурмом, был в стельку пьян. Окна первых этажей училища были завалены тюфиками и столами. Сквозь оставленные амбразуру юнкера успешно отстреливались. Увидев, что училище отчаянно сопротивляется, солдаты прикатили трехдюймовое оружие. Обыватели Петрограда, живущие рядом, слышали, как грянул гром пушечного выстрела, зазвенели стекла, и из темной глубины улицы донеслись стоны, ругани, проклятия. В ответ на выстрел из училища раздался ружей и зал. Владимирское военное училище, оно, пожалуй, было единственным военно-учебным заведением, которое испытало на себе всю силу молодой революционной власти. Они не хотели сдаваться, они не принимали никакие ультиматумы, они были готовы бороться до тех пор, пока по ним не стали применять артиллерию. В ходе вот только одного этого боя погибло несколько десятков молодых людей, юнкеров, и когда уже по ним стали стрелять прямой наводкой из артиллерийских орудий, они поняли, что просто все училище разнесут щепки. И от него ничего не останется, не останется, в том числе и людей. Поэтому они были вынуждены сдаться. В 12.30 полковнику Полковникову доложили, что отряды ВРК окружают инженерный замок и устанавливают четыре трехдюймовых орудия. Он послал двух юнкеров для переговоров. И после разговора с комиссаром ВРК Полковников неожиданно сообщает, что приказывает юнкерам очистить замок и прекратить сопротивление, с чем было согласно и руководство училища. Сразу же боевики ВРК и солдаты Павловского полка стали разоружать юнкеров и выводить их во двор перед училищем. Капитуляция штаба КС обрекала все восстание на провал. 29 октября в тот самый момент, когда в Петрограде еще завершалась, еще не была ясна ситуация с юнкерами, когда казаки Краснова и бронепоезд выдвигались к Пулковским высотам, в этот момент Муравьев был назначен главнокомандующим войсками Петроградского военного округа. Еще одна такая фигура, как ракета, взлетевшая и очень быстро сгоревшая. Но только если полковник в герой нескольких дней, то Муравьев это герой нескольких месяцев. Троцкий в своих записках в описании революции он пишет, что якобы Муравьев сам пришел в Смольный и предложил себя, так сказать, как вот офицера, способного командовать войсками. Но это вообще правдоподобно, потому что в тот момент советское правительство и ВРК испытывали острую нехватку офицеров. Юнкера, оборонявшие телефонную станцию здесь, на Большой Морской, к 4 часам дня 29 октября израсходовали почти все патроны, им ничего не вставалось, как бежать. Броневик Комитета спасения, прикрывавший их пулеметным огнем, пытался прорваться через группы атакующих к набережной Невы. Но здесь, на Исаакиевской площади заглох мотор, матросы выволокли из машины подпоручика, командовавшего броневиком членов экипажа и сразу их убили. К 17 часам военно-революционный комитет изолировал районы города друг от друга, перекрыв мосты через Неву. По Невскому, Литейному и Владимирскому проспектам громыхали грузовики со снарядами. Эта открытка издана объединенной организацией петроградских студентов. Юнкера, простые мальчишки, которые поверили в революцию, которые присягнули ей. И вот они сражались до последнего. Примерно шесть часов шел бой, очень жестокий был бой. Из артерийских орудий подавили, ворвались, издевались над ранеными. У кого-то были родственники, близкие здесь, да, они быстро их похоронили. А кто-то остался, естественно, значит, непохороненным. И вот это как раз объединенная организация студенческая, она взяла на себя вот эту миссию. И жертвы были, естественно, с двух сторон. И вот те открытки, которые посвящены похоронам красногвардейцев в лесном, они очень хорошо известны. Они почти в каждой книжке советских филокартистов они даны как первые советские открытки. А вот эти открытки, о которых я говорю, посвященные юнкерам, действительно, они абсолютно уникальны. Газета «Народ» писала на следующий день, с момента сдачи толпа вооруженных зверей с диким ревом ворвалась в училище и учинила кровавое побоище. Многие были заколоты штыками, заколоты безоружные. Мертвые подвергались издевательствам, у них отрубали головы, руки и ноги. Как рассказывал впоследствии один из юнкеров, во время боя за Владимирское училище было убито не более 20-30 защитников. Однако затем последовал такой погром, что подсчитать убитых юнкеров было уже сложно. После того, как из орудий расстреляно было Владимирское училище и те училища, которые сопротивлялись, значит, вооруженные силы Советов сделали то, чего никогда до этого не происходило. Они начали расстреливать военнопленных. Они стали выводить юнкеров, вот этих мальчишек, молодых людей, которые сдались и не очень разбирались. Поддерживали эти юнкера, временное правительство, сопротивлялись они триумфальному шествию советской власти, которой еще в общем-то не было. Их просто расстреливали и сбрасывали в Неву. По всему Петрограду шли кровавые расправы. Матросы второго балтийского экипажа, встретив здесь, на поцелуевом мосту. Девять юнкеров, одного офицера и кадета расстреляли их и сбросили в мойку. Тела выловили только на следующий день. Восставшие юнкера в Петрограде так и не дождались Краснова с казаками. Куда же они девались? Нельзя говорить о том, что контрреволюция это была такая, знаете, компания неудачников, ничего подобного. они в ходе своей попытки совершить переворот, очередной контрпереворот, они добились кое-каких успехов. В частности, они сумели довольно-таки успешно занять такой крупный населенный пункт, как Царское село. Керенский почтил своим присутствием этот благословенный город, и туда потянулись как раз многие из офицеров и гражданских людей, которые поддерживали временное правительство, а с тем запасом боевым, который у них был, они не могли активно действовать. Я думаю, что это была главная ошибка. Ну и кроме того, конечно, два таких руководителя, как Керенский и Краснов, ну, это были не самые эффективные борцы с новой властью. Они друг другу не помогали, скорее всего, только лишь мешали, а реальной силы было не так уж много. Здесь, у Екатерининского собора, во время сражения в Царском селе между войсками военно-революционного комитета и казаками Краснова, четыре местных священника вместе с верующими совершили крестный ход, произнеся проповеди о прекращении братной убийства. И когда к вечеру большевики не проявили готовности ворваться в Царское село, а Краснов не хотел допускать уличных боев, но в то же время артиллерийский обстрел прекратился, было принято решение вывести казаков из Царского села. Они покидали город вечером 30 октября и, прощаясь со священниками, которые действительно самоотверженно весь день ходили по улицам и совершали молебны. Со священников было трое. Казаки говорили, что как бы вам не пришлось за этот молебен поплатиться. И вот прозвучали слова из уст отца Иоанна Кочурова, вы покидаете нас, вы русские православные люди, и идут нам русские православные люди, нам нечего бояться. Вот это ощущение среднего человека в ту пору. Гражданской войны все-таки быть не может. Ну, а затем произошло следующее. С утра 31 октября в город без боя вошли отряды большевиков. Конечно, было желание кого-то как-то наказать, а наказывать было некого. Услышали про этот молебен и арестовали трех священников. Вот прямо в них на квартирах. Один из священников, настоятель Екатеринского собора Иоанн Кочуров, долгое время служил в Америке. Он привык открыто обращаться к пастве и красногвардейцам стал выговаривать, что не гоже убивать братьев во Христе. И в ответ сначала удар прикладом, потом выстрел, удар штыка, и вот он упал, прозненный несколькими штыковыми ударами, и смертельно раненый несколькими пулями. Толпа отхлынула и ушла, так и не доведя его до Великокняжеского дворца, конечно, прихватив его золотой наградной наперстный крест. Трагическая деталь сопровождала эту историю. Вслед за ним пошел его старший сын, у него было шестеро детей, старший сын Юнкер. На его глазах неожиданно убили отца, и он сделать ничего естественно не мог в той ситуации. Он долгое время это так глубоко переживал, что в конце концов покончил с собой. А два других священника были приведены в местный совет, им сделали внушение и отпустили. Ранним утром 30 октября начался бой здесь, под Пулковым. Казаки действовали неохотно, а красногвардейцы бросали свои позиции при первом натиске и обстреле артиллерии. Но их правый фланг стойко держался. В рапорте, который был подан генералом Красновым Керенскому, говорилось, что на правом фланге воевали матросы, действующие по всем правилам немецкой тактики и что среди них были взяты в плен люди, не говорившие ни слова по-русски или говорившие с немецким акцентом. В Колтушах был лагерь, в котором содержались три полка. Третий Керасирский полк целиком с офицерами, 142-й Бранденбургский и еще один немецкий. К этим людям обратилось немецкое командование поддерживать большевиков в том случае, если они захватят власть. То есть это было распоряжение. И немцы это распоряжение всеми силами и всеми возможностями, таки у них были, их было много, они исполняли. Поэтому, когда казаки, в малом числе 900 человек, вышли к Пулково, они обнаружили траншеи полного профиля, откопанные, и в этих траншеях германских солдат, в германской форме. Были там красногвардейцы рабочие? Конечно, были. Были там матросы? Конечно, были. Но главной ударной силой были бывшие военнопленные. Вот здесь этот самый третий несчастный корпус, который шел на Петроград, столкнулся с открытым против них фронтом, с которым он ничего поделать не мог. Краснов к вечеру после боя на Пулковских высотах отступил снова к Гатчине. Казаки, распропагандированные большевиками во главе с Дебенко, отказывались дальше воевать. И тогда начались переговоры за спиной у Керенского. 31 октября удалось революционным силам задержать практически все руководство контрреволюции, за исключением Керенского, который тихонечко улизнул. И он писал о том, что переоделся в матросское платье и очень веселился по этому поводу. Почему веселился? Потому что она, эта форма была ему маловато и для того, чтобы его не узнали, он надел еще на голову мотоциклетные очки. Вот такой образ он сам себе создал. Но он молодец, он по этому поводу сам смеялся над собой, думал, что тогда, когда он сбегал, ему было не до смеха, потому что он понимал, что если бы его арестовали, то, скорее всего, его живым было не осталось. Генерал Краснов и, по сути, весь его штаб был арестован с советскими войсками и доставлен в Петроград. Есть не архивные, правда, документы, но немало свидетельств о том, что генерал Краснов дал честное, благородное слово, что он больше никогда не будет воевать против революции, и его вот эти романтики, тогда было очень много романтизма, его под честное слово офицера отпустили, ну, как известно, он слово свое не сдержал. А могли ли вот называем их вместе правые силы поставить на место взорвавшихся левых? Конечно, могли, конечно, могли, но только в одном случае, если бы они объединились, если бы они объединились, а объединиться они не могли по определению, потому что понимание того, что случилось в стране, еще не пришло. Вот когда польется кровь по всей стране, когда заполыхает Дон, Кубань, когда начнут за вилы браться мужики, вот тогда вчерашние враги октября 1917 года окажутся в одну сторону баррикад. Контр-заговор против большевиков закончился страшными кровавыми расправами над юнкерами. Но у нового правительства Совета народных комиссаров по этому поводу не было никаких угрызений совести. Что им Россия и ее народ? Важно раздуть мировой революционный пожар, а управлять повергнутым в хаос государством можно научиться. О правительстве, которого не было в следующем выпуске Петрограда 17-го. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok